Дальше автор говорит «Ваугану ль-Ислам» и они ослабили Ислам и отменили усердие на пути Аллах и стали совершать все действия для раскола этой уммы. И пошли наперекор тому, что передано из преданий, то есть из Курана и Сунны. И стали произносить вещи, которые на самом деле являются отмененными, аннулированными, упраздненными в религии. Стали приводить в качестве аргумента мутащаби, то есть тексты неоднозначные по смыслу, не совсем ясные по смыслу. Мы стали вызывать у людей сомнения в отношении их религиозных воззрений. Мы стали пререкаться в отношении их Господа. И сказали «Нет ни мучений могилы, нет водоема, нет шафаа, заступничество, джаннату ваннар, лям юхлака, и рай, и ад, они не созданы». И они отвергли многое из того, что сказал посланник Аллаха. Поэтому многие из ученых, которые имамы упомянули, они посчитали, что дозволено вынести им такфир, то есть объявить их вероотступниками, эту группу, с этой точки зрения. «Потому что тот, кто отвергает хотя бы один аят из книги Аллаха, тот отвергает всю книгу Аллаха». «Тот отвергает хотя бы один хадис от посланника Аллаха, тот отвергает все предания». «Такой человек является неверующим великого Аллаха». Итак, автор дальше продолжает говорить, почему улема, почему имамы, многие вывели их из Ислама, эту группу, каковы их заблуждения, ауганулись, да, они ослабили Ислам, да, они ослабили Ислам. Их действия вот эти вот, они подорвали силу этой религии, силу этой уммы. «Уатталюль дигада», и они, по сути, отвергли, свели на нет усердия на пути Аллах, субханава тааля. Почему? Потому что, какое может быть усердие на пути Аллах, субханава тааля? Какая может быть борьба на пути Аллах, субханава тааля? Мы сказали, если достаточно, что просто знание в сердце есть. Фараон, по их убеждениям, он уже является верующим. Иблист, по их убеждениям, является верующим, поэтому такой может быть дигад. Они знают Аллаха, и достаточно. Фараон, по их мнению, это мусульманин, то есть то, что вытекает из их слов. Почему? Потому что он знал об Аллахе, знал Аллаха своим сердцем. Аллах, субханава тааля, указывает на это в Коране. Мусуль сказал фараону, ты твердо знаешь, что это не споснано, не иначе, как Господом небес и земли. То есть фараон, он знал своим сердцем. А муж реки, многобожники, говорили на пророка, алейсалату вассалам. Разве они своими сердцами не знали об Аллахе, субханава тааля? Знали. Более того, они поклонялись Аллаху, совершали разные виды поклонений. Хаджа они совершали, какие-то другие виды поклонений, садака давали. Но при этом они были убеждены в чем? В том, что можно поклоняться кому-то, кроме Аллаха, для приближения к Аллаху. То есть их акида было убеждение такое, что да, Аллах, Он Господь. Он единственный создатель, хорошо, что Он заслуживает поклонения, что Ему надо поклоняться. Это было их убеждение, что Аллаху надо поклоняться. Это было их убеждение, но в этом поклонении предавали Ему сотоварищи, субханава таалю, утверждая, что те, кому они поклоняются, приближают их к Аллаху, субханава таалю, являются посредниками между ними и Всевышним. То есть они стали держаться, произносить в качестве аргумента, своим убеждением, своим мнением, то, что является мансухом. Мансух, то есть подвергнута насху. Аллах, субханава таалю, вы знаете, некоторые хукмы или некоторые аяты Кур'ана подверг такие вещи, как насху, то есть аннулирование, упразднение. Либо упразднение аята самого чтения его из Кур'ана, он не читается, и хукм тоже. И хукм этого аята, то есть постановление, которое у него есть, тоже отменено. Либо отменено постановление само, установление хукм, которое в аяте, но сам аят, чтение его сохранено Аллаху, субханава таалю. Либо хукм остается, действие остается, которое в аяте, но чтение аята, сам аят, его слова Аллаху, субханава таалю, упразднил. Из Кур'ана Аллаху, субханава таалю, удалил. По своей мудрости это отдельный разговор. Это называется мансух, аннулированные какие-то хукмы. Они, джагмиты и муатазириты, что они делали? Джагмиты их последователи. Они берутся, хватаются, как за доводы, за те вещи, за доводы, которые являются мансух, то есть являются аннулированными. А то, что являются нас, их аннулирующие, упраздняющие доводы, они их не берут. Для чего? Чтобы ввести в заблуждение, чтобы людей склонить к своим взглядам. Аллах, субханава тааля, говорит, «фаамма ладзина фи кулуби им заикум фаяттабиуна ма ташаба амин». А те, у которых в сердцах кривизна, не следует за тем, что неясно. То есть в Кур'ане есть доводы однозначные. Однозначные, абсолютно понятные. Есть те, которые являются для кого-то из людей ма ташаба, то есть неясными, двузначными по смыслу. Мансух, аннулированные, тоже являются, по сути, что неясными по смыслу. Те, кто знает, что они аннулированы, для них это ясно. Но для многих, кто не знает, не имеет знания в религии, они видят аят и не знают, что он аннулирован. Поэтому, по сути, тоже относятся к ма ташаб, то есть к неясным. Вот кривизна в сердцах. Хватаются за вот эти вещи неясные, какие-то неоднозначные. К ма ташабе, к ним относятся мансух, аннулированные, потому что человек обязательно должен проводить различия, должен понимать, что есть насих, есть мансух. То есть есть аннулирующий довод, упраздняющий. Есть что? Довод, который аннулирован, упраздненный. Никто не может сейчас взяться за какой-то аят по поводу вина, сказать, ну вот в нем есть и благо. Тоже Аллах Субхан Талли говорит, значит, можно там пить, да, иногда немножко. Никто не может сказать, потому что Аллах Субхан Талли не спасла то, что аннулирует эти хукмы. Обязательно человек должен знать, что есть насих, аннулирующие, упраздняющие. И есть мансух, то есть аннулируемое, упраздненное. И есть мутлах, есть мукает. Что такое мутлах? Мутлах, когда какой-то аят, какой-то хадис сказано там без ограничений что-то. В общем, в абсолютной форме, безусловно, о чем-то сказано. Но есть другие доводы, которые уточняют значение твое аят, ограничивают его значение. Такое называется мукает, ограниченное. Есть хас, есть ам. Что такое хас и ам? То есть есть какой-то аят, где есть обобщение. То есть касается всего и вся. То есть по какой-то теме. Вот это распространяется на все. Но есть другой довод, аят или хадис, который говорит, нет, это не на все распространяется. Есть исключение. И делается таксист, конкретизация, исключение. И нужно знать об этих вещах. То есть должен знать то, что называется улюм или стидляль. То есть это вот наука, эти знания о правилах аргументации, о правилах приведения далили. Что есть аннулирующее, есть аннулируемое, есть хас, есть ам. Общее, конкретизированное. И так далее. То есть не можешь так, что любой нашел текст, да, шариатский, все, вот довод, и не смотришь. Не обращаешь внимания на то, аннулирован он или не аннулирован. Или может быть этот текст конкретизирован другим каким-то шариатским текстом. И там даются какие-то исключения. Или он ограничен каким-то шариатским текстом другим. Ни на что это. Если не смотреть, как это делают джагмиты, то это признак чего? Это признак их отклонения в сердцах. Они не смотрят на все это. Из-за чего? Из-за отклонения в их сердцах. Из-за того, что они ищут именно таких каких-то неясные вещи. Почему? Чтобы ввести людей в заблуждение. И при этом говорят, когда им возражают, они что говорят? У нас довод. Мы аргументируем Кураном. Все заблудшие так. Они приведут тебе какой-то, обязательно какой-то аят тебе упомянут, упомянут какой-то хадис. И кто-то не знает и не понимает. Он может быть введен в заблуждение. И они говорят, мы аргументируем Кураном, а на самом деле не аргументируют Кураном. Потому что Куран, кого можно назвать? Какого человека можно назвать? Тем, который аргументирует Кураном. Который приводит Куран как довод. Такого человека, который весь Куран берет целиком. Весь Куран берет целиком. А тот, кто берет что-то из него, что ему подходит, и оставляет другое, такой человек на самом деле является неверующим в Куран. Поэтому Аллах, Субхану Талли, порицай, а это предостережение для нас с вами. Неужели вы верите в часть Писания и не верите в другую часть? Поэтому, если человек не объединяет, вместе не рассматривает мухкам и мутащабих, то есть ясные аяты, понятные мутащаби, которые не ясны, такой человек, получается, он берет что-то из Писания, оставляет что-то другое. И поэтому Аллах, Субхану Талли, дальше в Куране, в Сурале Алимрана говорит, «Ва расихуна фи л'ильм, якулюна аманнабихи». А те, которые прочные в знании, как они поступают в отношении аятов мутащабих неясных, и аятов ясных, они говорят «Аманнабихи». Мы уверовали в это. То есть все это. И мухкам мутащаби «кулю ми инди Раббина». Все это от нашего Господа. То есть что они делают? Они берут им мутащабих и мухкам. И неясные, ясные аяты. И как поступают неясные аяты? Их понимают сквозь призму ясных аятов. Сводят неясные к чему? К ясным аятам. И через них понимают потом неясные аяты, дают им-то все толкование, разъяснение. Но, конечно, эта вещь нуждается в чем? Нуждаются в знании. Должны быть знающие люди. Должны быть люди со знанием, к кому мы обращаемся, у кого мы получаем знания об этих вещах. То есть такие вещи, истидляль в аргументацию, приведение аргументов оттуда, отсюда, сам по себе человек не может делать это. Он должен ссылаться, опираться на знания, которые получает от улама, знания, получаемые от знающих людей. То есть в эти вопросы не может вмешиваться два вида людей. Очень опасно. Когда начинают делать истидляль, то есть аргументацию, приведение довода, две категории людей. Это опасно. Первое это мути'али. Мути'алим тот, который делает вид, что он знает. Делает вид, что он знает. Претендует на знание, хотя у него нет знания. И второе это тот, который в сердце кривизна, который отклонился от прямого пути и хочет вести людей в заблуждение. То есть два вида людей, которые хватаются за мутощаби. В мутощабах мы сказали, аяты какие-то неоднозначные, да, в Куране неясные, может быть, это масух аннулированный, еще что-то. Две категории людей хватаются за это. Первое кто? За их. За их, то есть тот, который отклонился. Отклонение у него в сердце, он цепляется за вот эти мутощабих, неясные аяты, не берет ясные. Почему? Потому что он хочет вести в заблуждение, как джагмиты, например. И поэтому говорит имам Ахмад про них, что я студилю на бель мутощабих джагмиты, они приводят как дариль всегда, что неясные из Курана. Мутощабих двузначные. Так первая категория, понятно, те, у которых кривизна, которые хотят вести в заблуждение, как джагмиты. Вторая категория людей, которые берут мутощабих, это незнающий, но который думает, что он знает, который утверждает, что он знает. Это называется по-арабски мутоалим, который говорит об Аллахе, и Субханам Аталье, разговаривает без знаний. Надо быть очень осторожным. Многие братья не остерегаются. А вот разве нет аят? А вот разве нет хадисов? Есть. Но спроси. Если у тебя есть возможность узнать, спроси, правильно ли ты понимаешь, является ли это доводом в данной ситуации, не является доводом. Потому что так ты можешь что-то такое сказать, что является вообще аннулированным, и объявить это дозволенным. Или наоборот запрещенным, когда Аллах Субханам Аталье это аннулировал. И автор говорит, и они используют как аргумент мутощабих, то есть неясные, неоднозначные доводы. И поэтому Махмад вот в этой своей книге «Раддуляль Джахмия. Привержение Джахмитов». Он что сделал? Он взял вот эти вот тексты, аяты, хадисы, которым аргументируют свои позиции Джахмиты. Взял вот эти тексты шариатские. И их взгляд на эти тексты, то, как они их трактуют, о проверках. И разъяснил, как правильно. Какое правильное понимание, что представляет собой понимание этих текстов. То есть он объединил вот так вот аяты, хадисы, их понимание, объединил в этой книге, неспровергнув взгляды Джахмита. Дальше автор говорит, «Ващак ка куняса фиадьяни, ими они посеяли сомнения у людей в отношении их религиозных взглядов». Действительно, это страшная вещь. Что они делают? Они у людей вызывают сомнение, вызывают сумятицу в мыслях, сумятицу во взглядах, в убеждениях. Поэтому нельзя, нельзя, еще раз нельзя, что в вопросах ильма, в вопросах знания, особенно если это вопросы акиды, говорил кто-то, кто не знает, кто-то, кто не является то есть твердым в знании, не могут рассуждать об этих вопросах люди, которые являются недоучками, или люди, которые делают вид, что они знают, или тем более кто, те, у которых в сердцах есть отклонения, а люди заблуждения. И дальше автор говорит, «Вахта самуфи рабби». И они стали припираться в отношении своего Господа. То есть они изобрели и ввели такую вещь, как аджедаль, припирание. Что такое припирание? Мы сейчас не говорим о том, что когда кто-то говорит какое-то заблуждение, и человек сознанием опровергает, вступает в дискуссию, опровергает. Это по правилам, которые существуют в этом вопросе. Это благо. Они ввели вещь такую, как джедаль. Они говорят, почему мы должны брать просто так и принимать, что сказано в откровении. Нет, мы должны это подвергнуть каким-то прением, какому-то обсуждению. Давайте обсудим. Вот аят, почему просто так? Нет, давайте мы его обсудим. Это требует обсуждения, это требует дискуссии, это требует прения каких-то, чтобы это укладывалось вот в наш разум, в понимание наше. Это называется джедаль, пререкание в религии. Аллах, Субхану Талли, предостерегает от этого не раз в Куране, а много раз. Говорит, ведут прения споры в отношении аятов Аллах, только те, которые не веруют. Пусть тебя не обращают их передвижения в странах. Верующий человек, он так не поступает в отношении аятов Аллах, Субхану Таалли. Слышит аят и начинает спорить. Нет, верующий человек, он принимает, он берет это как убеждение. Почему? Потому что это Калам Аллах, это слово Аллах, потому что это благо, потому что это прямое руководство. А человек, который говорит подождите, слышал я аят, слышал сейчас сказать, подождите, и воздерживается от того, чтобы принимать и начинает сомневаться, начинает спорить и пререкаться, вот такой человек муджадиль фи каламильля, то, о чем говорит Аллах, пререкающийся, припирающийся в отношении слова Аллаха, Субхану Таалли. Что еще? Аллахи, братья, еще раз напоминаю, Мы эти вещи учим, вот не для того, чтобы сказать, вот где-то они там есть, эти какие-то, да, это о них. Это мы говорим прежде всего, чтобы самим предостеречься, чтобы самим не попасть вот в эти вот заблуждения. Так или иначе, у человека может проявиться иногда что-то из этого. Это должен быть начеку. Хорошо? Дальше. Говорят они еще, что нет азаву хабр, нет мучения могилы. Но это опять, конечно, соответствует их убеждению. Почему? Почему нет азаву хабр? Если взять джагмитов этих, последовательных джагмитов Сафана, что они говорят про иман? Вера это только что знание сердца. Кто знает Аллаха в сердце, даже если не имеет убеждений, но знает. Он уже кто? Мукмин. Он уже верующий. Хорошо? Вовсе не обязательно, что он должен совершать намаз, что он должен поститься, что он должен совершать хать, что он должен совершать аумру, что он выполнять какие-то деяния должен, что он должен что-то говорить. Или иметь даже какие-то убеждения. Достаточно знания в сердце. А раз так, то какой тогда азаву хабр? Какие тогда мучения могилы может быть? Собственно, почти все люди, они что знают? Аллаха, субханного тааля. То есть, значит, они, по сути, сводят на нет понятие грех и покорность. Маасия и таа. Могила все, которые они знают Аллаха. Хорошо? А раз так, значит, они не подвергаются мучению. Это то, что они говорят. Другие из джагмитов, как мотазериты. Мы сказали, их принцип какой? Главное, они сходятся. Акляния. То есть, они делают разум студией. Они говорят, ну какой азаву хабр может быть? Азаву хабр, если вы сейчас вскроете могилу, что ты там увидишь, что он мучается, ты увидишь там какой-то огонь, что ты увидишь там, или наоборот увидишь там какие-то наслаждения, почувствуешь запах там рая, ничего не будет. Правильно? Ты увидишь только труп, увидишь кости. Значит, нет никакого азаву хабр, говорят они. Отвергают на основе что? Своего порочного разума. Что еще они говорят? Ла хавда ва ла шафаа. Нет водоема, судный день. Нет шафаа, нет заступничества, потому что это они говорят несправедливо. Какое может быть ходатайство, какое может быть заступничество? Это несправедливо, говорят они. То есть, они опять включают что? Свой разум. Что их разум считает справедливым, что считает несправедливым. И это они навязывают Аллаху субхану атаалию. Их понимание справедливости, они навязывают это Аллаху. Аллах должен так делать. Все. Поэтому нет никакого азаваа, нет никакого заступничества. То есть, по сути, многие-многие пункты, касающиеся ильма-гайб, то есть знание сокровенно, вера в сокровенно, они опровергают. Почему? Потому что они опираются только, исключительно на свой разум. Аят и хадисы нужны только для чего? Чтобы как-то подкрепить свои убеждения. Дальше, что они говорят? Рай и ад еще не создан, говорят они, джахмиты. Еще не создан, а сейчас не существует рай и ада, хотя Аллах, субхану атаалий, сообщает в Куране о том, что рай и ад уже существуют. И пророк Али Сарату Сарам сообщает об этом в Сунне, не в одном, а в многих хадисах. Аллах, субхану атаалий, говорит по поводу рая. Он уготован, уже уготован, приготовлен для богобоязни. Мы говорили с вами уже не раз. Уидддд, то есть приготовлен, уже сейчас существует. По поводу ада, то же самое сказано. Уиддддль иль кафирин. Приготовлен уже, сейчас есть, приготовлен для неверующих. Пророк Али Сарату Салам сообщил нам, что сильный жар, сильный зной это от жара ада. То есть это указано то, что ад существует сейчас. И сказал Пророк Али Сарату Салам, что Аллах позволил аду делать два выдоха в году. Один раз зимой, это вот эти самые сильные морозы, и один раз летом, самый такой сильный зной. И сказал, поистине сильная жара, сильный зной это от жара ада. Значит существует ад сейчас. И рай существует сейчас. Автор говорит, они отвергли многое из того, что сказал посланник Аллаха Салам, то есть из того, что сообщается в Куране, сообщается в Сунни. Почему отвергли? Потому что это не согласуется с их взглядами, с их убеждениями. Автор говорит, фастахалла манистахалла такфиром. И поэтому те ученые, которые посчитали, что они верующие, они что посчитали дозволенным ведение их из религии, их такфир. То есть это и группы, и объявление того, что они потеряли вот эту свою неприкосновенность в отношении имама мусульман. Из-за вот этого, из-за вот этих вот пунктов. То есть имама Аль-Сунава Джамаа вынесли вот этот хуком об их вероступничестве. Из-за совокупности всех вот этих их заблуждений мерзких, некоторые из которых сейчас мы с вами упомянули. Почему? Потому что эти вещи, о которых они говорят, в итоге все, в совокупности свои, сводятся к чему? Что вообще никакой религии нет. Сводятся к отрицанию Аллаха Субханава Тааля вообще. Автор говорит, почему ученые сказали, что они относятся к неверующим? Да потому что... Потому что тот отвергает хотя бы один аят из книги Аллаха, тот отвергает всю книгу Аллаха. Мы с вами сказали до этого. Те, которые приводят как довод что-то из Курана и отвергают что-то другое из Курана, цепляясь за это, такой человек, что верует в часть Писания, верует в часть Писания. Это неверие. Тот, который берет как довод муташабих неясные тексты и оставляет ясные тексты. Это люди, которые веруют в часть Писания, веруют в часть Писания. Это неверие. Автор говорит дальше, кто отвергает один хадис от посланника Аллаха Субханава, знает, что это достоверный хадис. Отвергает его, тот отвергает аль-асар куллау, то есть все предания от проколица Ратул Субханава. То есть, как из Курана ты, если часть берешь, а часть отвергаешь, ты являешься неверующим, так и сунна, если ты берешь что-то, отвергаешь что-то, зная, что это достоверно, это тоже неверие. Сунна в ней тоже есть мухкам, есть мутащабих. Как в Куране есть мухкам, мутащабих, то есть однозначные, ясные аяты, понятные, есть что? Для кого-то неясные, мутащабих. Так и в Сунне тоже. И вот тот, кто берет мутащабих, подыскивает себе какие-то хадисы, такие двузначные, которые можно как-то истрактовать по-своему, выгодным для себя в свете, кто берет мутащабих и сунны оставляет мухкам, оставляет ясно, и тот, получается, отвергает всю сунну. Такой человек является неверующим великого Аллаха. Вот это вот итог. Аллах, субханаму ата'алю. Потому что верующие, Аллах сказал о них четко. Что говорят верующие? Мы веровали все это от нашего Господа. А вот те, у которых в сердцах зейр, то есть отклонения, они берут мутащабих мухкам, которые им не подходят, они отвергают. Вот это вот путь всегда. Приверженцы страстей, аглюль-агва, это их постоянная методика. Особенно это присуще джагмитам, но джагмиты не являются здесь исключением. Да, джагмиты это как бы, что они основоположники в этой уме, вот этой вещи, но присуще не только им. Все последователи страстей, в любое время их метод такой. Они подыскивают что-то, что-то такое неоднозначное, неясное в Куране и в Сунне, и за это цепляются, и приводят это как довод, избивают людей с пути. То есть берут из доводов то, что подходит их желаниям, и оставляют то, что не соответствует их желаниям. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова